приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео с вами поговорим про ответы разработчиков разработчик был целый один владимир креативный продюсер мира танков на канале мир танков life он целый час отвечал на вопросики которые задавали игроки я для себя выделил 30 вопросов и сейчас я вам их расскажу и расскажу свое мнение поэтому поехали итак первый вопрос про популярную сейчас тему это огнеметные танки зачем огнеметные танки вообще в принципе нужны во первых потому что могли это какая-то яркая механика интересная она реально существовало было много вариантов и этот геймплей мало затронут это класс поддержки такой же как артиллерия но он играется активно в гуще событий на первых линиях и которому можно сразу дать сдачи а не то что артиллерия те через пол карты накидывает и ты ответить никак не можешь также следующее огнеметы затрагивают многие аспекты игры поэтому это хороший тест для новой команды которую нужно до собрать у разработчиков мира танков идет набор они себе собирают новую команду что-то там я слышал 450 человек собираются добрать видимо если огнеметные танки получится хорошо то этот тест новая команда пройдет ну а если нет то нет посмотрим как получится новые лбз будут в обозримом будущем несколько раз за стрим затрагивался вопрос интерфейса он требует доработок во многих местах в игре это и учебные материалы когда пытаешься обучить экипаж это и чатик чат полностью переделывать будут не скоро но некие доработки уже готовятся исправление багов в линии фронта в этом запуске не будет надеются что пофиксят к следующему разу никаких компенсаций не будет многобашенность хочется но не скоро когда-то в будущем старые карты будут возвращать минск уже будет следующем патче вот классик отдельно как режим или игра не будет но часть наработок в этом режиме будут куда-то добавлены опять разговор про то что интерфейс требует доработок в этот раз про дикали говорится и про клановый интерфейс реферальная программа стоит на паузе и со временем ее возобновят для турниров отдельных карт делать не будут поскольку для того чтобы это было интересно смотреть игроки должны понимать когда они смотрят какой-то турнир что происходит на карте возможно что-то почерпнуть себе и в рандом чеки попробовать если карты для турниров будут отличаться от рандомных то это будет не интересно в принципе с этим согласен полностью переработка стоимости снаряду в планах есть ряд изменений в экономике ее сделают лояльнее для игрока баланса по скилу не будет поскольку будет гореть как в том же самом режиме натиск бан за голду 3 5 карт добавления в черный список такого не будет поскольку это дает преимущество и это не честно честно говоря я отношусь негативно к тому что в игре есть черный список карт то скорее не он сам виноват а виноваты карты из-за того что они мне не нравятся практически все мне не нравится концепция карт мне не нравится то как они в основном сделаны какой на ней геймплей на местности как они обустроены все эти камни кусты 30 слоев заборчиков и направления как сделаны мне не нравится общий смысл всех карт который появился у нас в hd картах мне он не по нраву я не получаю кайф от этих карт тот кайфовый ламповый интересный геймплей с позициями с перемещением от позиции к позиции какой-то активный геймплей вокруг рельефов это все как-то утратилось и играется как-то не так я не кайфу сейчас от карт совершенно поэтому мне черный список бесит поскольку я туда затрамбовал бы штук 40 карт а могу только 2 но если бы карты были бы кайфовые мне бы любое количество карт которые можно добавить черный список подошло бы какие основные нации будут у огнеметов если огнемет это основное орудие то нации там мало но если огнемет это вспомогательное орудие таких танков очень много но если в википедии посмотреть огнеметные танки то самая большая ветка которая может собраться из огнеметных танков это ссср также немного огнеметных танков было германия Великобритания, пару штук у Италии, несколько у США и один у Чехословакии. Но самое огромное количество это СССР. Если из этого строить ветки, то получится полноценная ветка СССР, пол ветки Германии и пол ветки Великобритании. Ну и два маленьких обрубка у США и Италии. Ну а у Чехословакии один танк огнеметный, и то он немецкий Хедзер. Поэтому скорее всего ветка огнеметных танков будет СССР. Обновление статистики за голду нет. Следующий вопрос немного хайповый. Некоторые пытаются исказить сказанное в стриме. Якобы будет 4 отметки, но в стриме было сказано, после 3 отметок будет ли еще челленджи. Есть определенная когорта игроков, которым нужен такой контент, и мы в следующем году хотим подкинуть им некое количество таких челленджей. Но про четвертую отметку тут не говорится. Четвертую отметку это уже некоторые челики придумали, а что именно будет неизвестно. Прошлые разработчики уже рассказывали нам про контент для старых игроков, про то что там тоже будут какие-то челленджи по типу 3 отметок, они выкакали декальки, которые честно говоря вообще ни о чем мне не зашло, и я особо не заметил, чтобы это пользовалось спросом. Как по мне это полный бред и мусор ненужный, я бы это все вообще вырезал из игры и выкинул. Это какой-то шлаг. Надеюсь, что будет лучше. Если что-то будет наподобие 3 отметок, то это будет вообще кайф. Именно не копия 3 отметок, а настолько же интересная, продолжительная и кайфовая в плане челленджа. Поскольку набивать 3 отметки столько лет уже поднадоело, честно говоря. Выбор ангара хочется и загрузку ускорить тоже. Когда-нибудь в будущем это сделают. Экипаж 2.0 имеет ряд проблем. В некоторых своих частях имеет проблемы, нужно дорабатывать. И это будет не скоро. В этом ответе была сказана очень важная вещь. Дословно, далекий от идеала баланс, на нем хорошо не отразится. То есть плохой баланс игры на недоделанном экипаже 2.0 хорошо не отразится. Поскольку и в балансе проблемы и в экипаже 2.0 проблемы. Поэтому это все надо дорабатывать. Много проблем в экипаже. Это и интерфейс и пересадка экипажа. Хочется это все исправлять. Но скорее всего экипаж будет улучшаться постепенно. Сразу как экипаж 2.0 целиком и полностью он выходить не будет. Это будет постепенно добавляться несколько лет. Ну, видим, что лампочку добавили. Видимо, такими вот кусочками постепенно будут добавлять. Дальше следующий вопрос идет про снаряды. То, что на восьмерках на премтанках цена снаряда одинаковая, как и на десятках. И да, тут будут доработки. Возможно, в следующем году. Не прям скоро. Но я так понимаю, экономику будут переделывать. Поскольку про это говорили в нескольких вопросах. Также хотят развивать боевой пропуск. И снова разговор пошел про интерфейс. Большое количество интерфейса устарело. И во многих механиках есть артефакты. Чатик будут дорабатывать. Там небольшие какие-то изменения будут. Но чат это не критически что-то важное. Поэтому в первую очередь его полностью переделывать не собираются. Есть что-то поважнее. По поводу голдовых снарядов. Хотели делать песочницу с проработкой концепции. Но отодвинули это на потом. Механизм сложный и большой. Насколько я понимаю, команда только набирается. Им нужно укомплектоваться. Опробовать свои силы на тех же самых огнеметных танках. И заниматься разными аспектами игры. Которые уже устарели и требуют доработок. И это все будет не быстро. При этом еще. Я так понимаю. Для того чтобы игра была интересной для игроков. И приносила бабки. Нужно вливать новый контент. На что тоже нужно тратить силы. Когда уберут сведения танков. Это одна из ключевых механик игры. Убирать можно. Но турбобоев станет больше. Поскольку все будут с вертухи наносить урон. Я честно говоря в последнее время стрельбой недоволен. Поскольку многие люди с увеличением точности вообще перестали пользоваться сведением. Они просто стреляют как есть. С развороту. На ходу. И там дальше как повезет. И что самое странное. Часто везет. И они наносят на ходу урон. Чуть ли не через пол карты. Да не всегда. Но это бесит. То что ты сводишься. Целишься. Выцелившую зимую зону. Иногда даже вблизи. Стреляешь. Не наносишь урон. А какие-то челики на ходу через пол карты наносят урон. Справедливости в этом не видно. И это бесит. Нынешняя концепция стрельбы не приносит кайфа. Поскольку разница между старался, целился, сводился и просто на ходу стрелял не всегда заметна. 4 ЛТ на команду. Нужно чинить условия. Почему ЛТ много? Нужен большой глобальный ребаланс. 3 арты во взводе нет. Это токсично. Смена погоды когда-нибудь. Без прем аккаунта уходишь в минус, начиная с 6 уровня. Это неправильно, что это с 6 уровня. Но если такого не будет вообще, то прем аккаунт утратит свой смысл. Но при этом этот разработчик не сказал, будет ли это что-то там правиться или нет. Но в целом несколько раз за экономику говорили. Поэтому, вероятно, это тоже будет исправляться. По поводу натиска его дорабатывать будут. В следующем году фановые режимы будут. Сколько года, пока непонятно. Ну и кстати, была шутка, что текущая линия фронта тоже фан режим с кучей багов. Искусство войны режим такой был. Дорого в следующем году его не будет. Но некоторые части этого режима можно добавить в игру. Ну и в конце разработчик, в общем, рассказал, что хочется делать с игрой. Хочется игру привести к чуть большей честности по отношению друг к другу и чуть большей заботы в экономическом плане. Чуть больше контента для разных категорий игроков. Для статистов и подпивковичей. Ну подпивковичей это я от себя написал, что было короче. Хочется вводить новую технику и новые режимы. Хочется работать с балансом и выправлением странных, спорных и плохих вещей. Например, оглушение от союзной арты. В принципе, ответами разработчика я доволен. За час было много чего любопытного. Эти планы не на неделю, не на месяц и даже не на год. Некоторые из этих планов на несколько лет вперед, а то и на пять, чуть ли не на десять. Поэтому все, что сказано в этом стриме, это видение разработчика, что нужно делать в игре. Что-то более приоритетное, критически важное в игре. Его будут пытаться исправлять или делать раньше. Что-то отложит на потом. В общем и целом всегда так и было. И со старыми разработчиками. Также команда только набирается. Посмотрим, что из этого всего получится. Также ответы разработчика это одно. Но есть еще менеджеры, которые хотят зарабатывать больше бабла. И некоторые вещи, возможно, будут переделываться в сторону заработка бабла. А не то, как хотят разработчики сделать, чтобы игра была классная. Поскольку постоянно происходит так, что одни ответы разработчиков ты читаешь, как будто бы они реально хотят игру лучше сделать. Другие ответы разработчиков ты читаешь, как будто бы они просто отмазываются, почему не хотят там и там игру делать лучше. И очевидно, что это просто для того, чтобы больше бабла гребсти. Поэтому ответы-то прикольные, но играем мы по-прежнему дальше в то, что есть. Ничего не улучшилось, ничего не изменилось. И поскольку команда еще не набрана, видим, что баги не так быстро исправляются. И откуда они вообще берутся в том режиме, который долго тестировался на общем тесте. Этот режим уже сколько лет в игре есть, и опять в нем куча багов. Но мне, честно говоря, линия фронта не нравится. Я ненавижу этот режим и считаю, что он на игре много раз объяснял почему. На мой взгляд, он убивает игру. В общем и целом все. Такие вот ответы разработчика Владимира, креативного продюсера Мира Танков. Пишите в комментариях свое мнение. С вами был Варчик, играйте красиво. Всем удачи и пока!